Чтобы создать фильм о супергероях нужно гораздо больше, чем просто воссоздание внешнего вида персонажа комиксов на большом экране. И любой, кто видел ужасную версию фильма Капитан Америка 90-го года, это подтвердит. С точки зрения точности передачи костюма из комиксов – 10 из 10. А вот выглядит это просто абсолютно ужасно, и это уже минус 12, как минимум. Само собой, когда бывший руководитель отдела визуальных разработок Marvel Studios Чарли Уэн взялся за адаптацию классической космической суперкоманды Marvel Comics Сражей Галактики, у него на уме было гораздо больше, чем точность адаптации. Чтобы правильно подобрать нужного персонажа, Уэн и его команда сначала должны были найти правильные слова, описывающие героев, что послужило основой для процесса проектирования. Какой же процесс использовал Уэн для перевоплощения этих относительно неизвестных персонажей Marvel в мейнстримовую команду? Вот как изначально выглядели Стражи Галактики. Поскольку Стражи Галактики были мало кому знакомы до того, как фильм попал в прокат в 2014 году, у Уэна было много свободы для исследования различных дизайнов персонажей и тонкой настройки образа. По его словам, часть этой свободы исходила от руководителя Marvel Studios Кевина Файги. И это и тот факт, что сами Стражи Галактики были незнакомы большинству людей, означало, что у Уэна была свобода в разработке аналога Звёздных войн от Marvel. В 1976 году писатель Билл Мантло написал космический комикс под названием «Меч в звезде», представив нового персонажа, нарисованного Китом Гиффином, енот Рокки. Как в песне Битлз, не енот ракета. Ведь никто не думал, что за это на них могут подать в суд. Тем не менее, вооруженный ружьем, сигарой и крутым настроением, Рокки вернулся через шесть лет с новым дизайном под названием «Енот Ракета», когда Мантло написал «Невероятного Халка». Персонаж возвращался снова и снова на протяжении многих лет, никогда не отступая от основных характеристик, которые ему дал Мантло в начале. Эти атрибуты сыграли огромную роль в проектировании киноверсии. Чарли Уэн объяснил важные детали, которые он хотел уловить при разработке Ракеты. – Он непосредственно, у него с синдром «Наполеон», с синдром «Наполеон». Наверное, огромный человек в маленьком теле, огромный человек в маленьком теле, снялся от стены. Он всегда до 11 лет. Если посмотреть на концепт-арт, созданный Уэном во время подготовки к созданию Стражей Галактики, огромная личность Ракеты становится очевидной. Даже то, как он стоит, готовый к битве со скалом на лице, отлично контрастирует с присутствием Грута на заднем плане. И, кстати, раз уж речь пошла про Грута. В отличие от Ракеты, Грут значительно развился после дебюта в комиксах. В 1960 году на обложке поразительных историй номер 13 на оживленной городской улице Земли появляется гигантский монстр по имени Грут с планеты Икс и ждет кого-нибудь, с кем можно сразиться. Он вернулся в роли монстра 11 лет спустя и бился против Халка, и, наконец, начал напоминать знакомого зрителям мирного героического Грута, когда появился в Воющих Команда с Ника Фьюри 2006 года и в комиксах Аннигиляция Завоевания 2007 года. В последнем у него завязалась дружба с Ракетой, что и стало центральной частью фильма. На самом деле, по словам Уэна, киноадаптация Грута и Ракета была под большим вопросом на этапе подготовки фильма. – Никто не знал, что это будет работать, и все были очень нервы о Груте и Ракете, потому что весь фильм был контакт с этими двумя персонажами – дерево и ракун, особенно в том, что это интегральное часть этого пять персонажей. Тем временем, Уэн противопоставил этого крупного Грута с огненной личностью Ракеты. Когда Уэна спросили о словах, которыми он описывал идеи на начальном этапе разработки, он сказал, – Звёздный Лорд на протяжении нескольких лет сменил несколько образов, хотя многие из них сохраняли одну черту. Со времени первого появления в 1976 году и до более современных приключений Стражей Галактики 2007 года Звёздный Лорд предпочитал довольно странные головные уборы. Уэн попытался уловить эту деталь на своих концепт-артах, но создание финального дизайна далось ему нелегко. Проектирование сдвинулось с этой позиции, когда на сцену вышел сценарист и режиссер Джеймс Ганн. Вот что привело к кинематографическому виду – маска для лица и открытые волосы. Но сам дизайн сообщает о персонаже больше, чем можно было бы подумать. – Нова был ещё одним важным персонажем в серии космических историй комиксов Марвел в 70-х годах. Хоть версия, которую мы видели в Стражах Галактики, совсем не похожа на земного супергероя Рича Райдера, носившего это имя. Но тот факт, что не было одиночного супергероя с именем Нова, не означал, что он не появится в фильме вообще. В рамках своих исследований дизайна персонажей Чарли Уэн создал концепт-арт Новой, вдохновлённый супергеройским альтер-эго Райдера, чтобы у создателей фильма было как можно больше вариантов. И пускай супергеройская версия Чарли Уэна не попала в фильм, довольно интересно понимать, что эта потеря сыграла на руку Джону Си Райли. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут новые, эксклюзивные интервью с Чарли Уэном о создании кинематографической вселенной Марвел, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!